Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что же, турнир закончился и давайте посмотрим где я остался. В мастере одна звезда, отлично, это очень хорошо радует меня. Так, 8400 сюриков, 40 ДНК на Рафаэля Ролевого, посмотрим сможем ли мы его прапа, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Ну-ка, ай-яй-яй, нет друзья мои, Рафаэль Ролевой не прапается у нас сегодня, так дайте-ка мне посмотреть, сколько нужно вообще ДНК для него. Где он у нас тут, вот он, ох ё-моё, 51 штучка всего лишь-то, а нужно 80. Ребят, я в магазин боюсь заходить, потому что игра вылетает, поэтому заходить я в него не буду. Так, задания у меня все выполнены. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас сегодня. Ух, ёлки-палки, ребята. На турнирной арене будет разыгрываться Крэнк? Ух ты, Крэнк. Так, секундочку, давайте глянем, сколько нам нужно ДНК для открытия Крэнга. Друзья, если я набираю 40 ДНК, у нас откроется Крэнк в конце недели. Ух, ёлки-палки. Слушай, это, это обязательно нужно проходить на мастера одну звезду или хотя бы две звезды, если получится. Потому что Крэнк мне нужен, у него три золотые звезды. Это будет вообще крутенько на самом деле. Ну что же, у нас только неделька закончилась, да, и мы с вами начинаем бустовать. Так, а что у нас в испытаниях? Сила природы и сцены насилия. И эксперт. Это на Усаги. Так, а с Усаги-то у нас что творится, кстати, друзья? Давайте-ка посмотрим. Так, на Усаги нам нужно еще 42 ДНК. Да, вряд ли, конечно, я успею добить. А так было бы прикольно, если бы мы перевели его на пятую золотую звезду, а потом еще и в платину. Это было бы вообще имба. Ладно, друзья, время покажет. Ну что же, начинаем с турнира. Поехали. Как говорится, самое начало, все легко и просто. И мы с вами... Ну, тут можно любого выбирать, не имеет значения, потому что у меня... Мои персонажи начинаются с 30-х уровней. Так, а тут пока 12-й, 15-й и 14-й левел, да, против нас. Ну что же, давайте начнем потихонечку бустовать. Куда мы с вами доберемся. Самому интересно знать. Так, начнем... Оу, друзья, я забыл расширение поставить. Надо будет это все дело изменить. Видите, да, у меня сейчас не видно полностью здесь энергию. Ладно, этот бой мы с вами так проведем, а уже потом я перезагружусь, и у нас все будет отлично. Так, ну что, Рафаэль, ну хорош, успокойся ты. Буянит он мне здесь. На! Не упал. А если так? Нормулька. Ну что же, первый бой у нас идеально прошел. И сейчас, ребят, я буду перезагружаться. Так. Мы сразу попадаем на воин. Две звезды и 82-я позиция. Так, перезагрузочка. Ну что же, у нас следующий бой. Поехали. Так, Патрик, Карлос и Киоши. Слушай, давай, наверное, будем Карлоса бомбить. Так, 16 уровень у него здесь максимальный. Ну, для нас, опять же, это все ерунда. У меня до сих пор еще 30-й уровень. Слушай, мы, наверное, сейчас быстренько с вами пролетим. И, надеюсь, мы сегодня попадем в Сёгу на 3 звезды. Хотелось бы мне в это верить, на самом деле. Ну, как получится. Так, Шенигами бьет. И не уложила Бибобчика, к сожалению. А вот так, если. Минус. Так, Бакстер Муха. Давай, наверное, бомбанем. С пистолетика, да? Тыч! Это массовая атака, да? Но урон не особо хороший. Так, добиваем Муху. И нейтрализатора. Ух! Доник, почему такой слабенький, а? Почему ты слабенький такой, скажи мне? Не смог его ушатать, как говорится, ударом. Прям прямым ударом ногой в лицо. Ладно, друзья мои. Воин 3 звезды. И позиция у нас 96-я. Почему-то мы с вами слабенько как-то продвигаемся, если честно. Так, Джозе и Алин. Кого выбираем? Ну, естественно, у кого больше всего кубков, а у них одинаковое количество. Поэтому тут не имеет никакой разницы. 20-е уровни уже. Слушай, а не рано ли? 20-е уровни-то подавать. Мы только начали играть с вами. Только неделя, как говорится, закончилась. Откат только произошел, и уже 20-е уровни. Рановато. Ну что, давай начнем, наверное, с Микеланджело. Так, Пит не смог добить, но это понятное дело. Он слабенький. Лео ушатал. Так, давай вот этого Леонарда попробуем нахлобучить. Слушай, че как-то мы вообще не алло? Ну, успокойся, Лео, пожалуйста, не надо. Так, вы мне еще Пит уложите, а? Я не должен этого позволить. Ну-ка, давай вот этим массовым, точнее, мощным ударом. Так, и Крис. Крис держится, да? Хе-хе. Это тебе не поможет, парень. Усилил он себя на атаку, но, как видите, он упал. Ладно, двигаемся дальше. Ну, понятное дело, ребята, ну, тут 15-й, 16-й уровни против 30-х. Тут даже говорить не о чем. И мы уже с вами в элите, и 96-я позиция. Ровно 100 ступенек мы с вами пролетели. На одном дыхании. Так, Роман. Тут у нас Даниэль. И Пахан. Пахан, ё-моё. Ну, давай с Паханом подеремся. Кстати, у него Донателло. Видение. Это довольно серьезный противник. Раз, два, три. Слушай, три. И морзильная кошка уже три золотых... Эй, ребят, вы как-то вот опережаете события, на самом деле. Вы бежите вперед паровоза. С какого лешего вдруг здесь у нас такие персонажи на ранней стадии игры, а? Я не понял юмора. Ну-ка, попробуем бомбочку бросить для разминки. Шикарно. Так, бить лучом. А если лучом, то кого? Конечно же, морозильную кошку. Нам нужно ее уничтожить, чтобы никакого отхила здесь не было. Ты-динц. Да ладно тебе. Так, добей, пожалуйста. Добей, Дони. Молодец. Теперь массовая атака от Рафаэля. Кстати, имбовая атака. Но она у меня не прокачана. Поэтому ожидать от нее многого не стоит. Так, 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 так. Что, он провокацию взял? Донателло видение имеет провокацию. А я думал, что это просто, ребята, удар. Так, ну, давай попробуем пробить его, наверное. Будет тяжело, мне кажется. Ох, какой он крепкий малый, а? Ты посмотри. Так, давай-ка, наверное, мы с вами Криса уберем с поля боя. А теперь дело, как говорится, дошло и до Рафаэля. Ты посмотри, какие они крепкие, а? Я думал, честно говоря, что мы будем с вами быстрее их разбирать. Но я заблуждался. Ладно, друзья. Я надеюсь, сейчас не 30-е уровни будут-то уже. Ну, в элиту две звезды мы с вами не пришли. Зато 18-я позиция. Ладно, хорошо. Так, Милена. Кто там? Александр, да? И... Ну, я так понимаю, Анна должна быть, скорее всего. Смотрите, здесь уже 30-е уровни. 32-й, 31-й. Нет, я не пойду туда. Я вот, наверное... Почему Олександр? Должен через букву А писаться, на самом деле. Александр, ты же Саша, а не Олег. Раз, два, три, четыре. Все, ребята. Вот такой компанией, я думаю, мы с вами здесь разберемся. Здесь Кейси, здесь Лео, Донни и Джастин. Джастин, конечно, соплячок у нас здесь. И это честно я вам говорю. Так, давай-ка массовые атаки. Все, что у нас есть, будем с вами... Так, тихо, Джастина не урони. Ну, это понятно, это ерунда. Не у... Блин, ребят, ну я не хотел, чтобы он отхилял, а. Давай вот так вот попробуем. Мы давно вот не применяли вот эту вот штуку с вами. Отлично. Теперь массовая атака Джастина. О, бейбобчик упал. Провокацию будет брать или нет? Ну, естественно. Как же без нее-то? Как же без нее? А если мы вот так вот с вами... Хоп. Провокация. Ой, ты крутой теперь у нас стал, Лео. Тебя фиг, как говорится, пробьет теперь кто? Еще бы ему бы, знаете, что, контратаку вообще бы цены бы не было. Ты посмотри-ка, Кирби. Живучит, однако, здесь, а? Ну-ка, добиваем, нет? Нет, пока не добиваем. Шокером его. Да, давай, Кэсси. Устрой ему взбучку. Ну что же, неплохо. Но немножко напряженно было, если честно. Ладно, двигаемся с вами дальше. Как говорится, нам не привыкать. Элита две звезды. Позиция у нас 54. Четвертая. Мы вроде стабилизировались. Так, Сашка, Сашка и Нонейм. А кубков больше всего у Нонейма. Поэтому я думаю, что будем начинать с него. Что-то мне не нравится, как мы с вами быстро летим. Очень быстро. Как бы это мне потом не аукнулось, друзья мои. Кого взять? Мне нужен массовик затейник. Я думаю, что в этой случае нам пригодится Пиццилиций. У него есть неплохая массовая атака. Но она, правда, очень плохо прокачана. Ну, у Донателла тоже есть массовая атака. Ах ты, смотри, у них инициативы больше. Тихо, 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 тихо. Не надо. Так, давай-ка мы, наверное, с вами немножечко пробафаемся. Так, на защиту, да? А он ускорение делает для своей команды. Это, кстати, это очень... Еще и критовку. Ты посмотри, он хиляется, да? Это отхил. Да, ребята, это был отхил. Совсем худо, друзья мои. Совсем. Все очень плохо. Давай массовую... А, нет, это же... Почему я все время думаю, что это массовая атака? Я путаю его с Микеланджело. Так, давайте-ка мы, наверное, тоже с вами похиляемся. То это никуда не годится. Правда, отхил у нас здесь вообще ни о чем. Массовая атака. Давай, Донни. Сжарь. Подбей хоть кого-нибудь. Ну, в принципе, неплохо. Теперь пиццелицей. Так, постепенный урон. На всех повесили, да? Это найс его на самом деле. Так, не нравится мне вот эта штука. Друзья, нам нужно хиляться. Успеем ли мы? Господи, Донни. Паршивец ты этакий. Ты подвел всю команду. Ты подвел всю команду. Ну, кстати, мы можем потерять с вами Леонарда еще. Если вы успели заметить. Ой, как же плохо все на самом деле. Друзья мои. Тихо, 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 тихо. Так, что мы можем здесь предпринять с вами? Я думаю... Так, надо карайку уничтожать. Да ну! А если вот так вот сделаем? Так. Контрит. Да, друзья мои, мы с вами потеряли Лео. Ну и командочка мне тут. И еще и Рафаэля. Ой, ватники же вы. Какие же вы ватники, а? Какие же вы слабаки. Тут даже пиццелицей, ребята, может у нас отдуплиться. Отдуплиться. Ну и командочку я выбрал. Вот тебе, ребята, и нунейм. Отдубасил меня, даже не поморщился. Ну, естественно, естественно, мы с вами тут фейлимся. Эта заходка вообще ни о чем, друзья мои. Мы даже не перейдем в элиту 3 звезды. О каком сегуне может быть речь, если мы так с вами будем дальше продолжать? Так, Саманта, ну... Опять ты. Вот я ему, ребята, я ему буду мстить. Вот я ему буду мстить из принципа. Сразу же взял себе таких вот слабеньких персонажей, да? Ну и хорошо. Будем его дубасить сейчас. Так, у нас тут все отыграли? Все. Так, нам нужно добавить... Ну, давай возьмем к северу. К северу. Хотя надо было, наверное, взять Острозуба. Он все-таки провокатор. Прикинь, сейчас меня и здесь отдубасит. Вот я буду ржать. Начнем с Пита. Меня ничего не волнует, я буду его бомбить. Это что? Это что-то... Что это за удар был? Так, заблокировали, да? Он, значит, не сможет, ребята, применять больше свой хил. К северу Монтес не добил. Слушай, ну тут вообще что-то как-то паршивенько все идет. Я боюсь, что мы с вами саблезуба-то потеряем. Так, это что он? Замедляет меня, да, по-моему? Замедляет меня, друзья мои. Так. Ну-ка, давай-ка мы попробуем, наверное, бросить Саи. Ну, пол хп отняли. Так, а если вот так вот? Ммм! Капуэйра твою не помогает нам! Так, он делает иммунитет. Массовая атака, ну чтоб тебя, паршивец ты эдакий. Полежи, отдохни. Слушайте, друзья, ну на самом деле все очень плохо. Я вам скажу. Команда моя тут опять вообще не алло. Слабая какая-то. Я понимаю, что надо их прокачивать всех. Это само собой разумеющееся. Это я на одного бойца сколько делаю ходов, а? Так, это у нас идет на замедление, да, противника? Нет, мы... Саблезуб упал. Точнее, ну да, саблезуб. Ну смотри, ребята, у него пониженная защита. У него меткости нет. Я его бомбить не могу пробить. Это все персонажи должны были сходить, чтобы его как-то наказать. Ну и рок-110, естественно, тоже, наверное, тут... Ну и бригада. Сейчас упадет у меня, да? Не добьет же? Нет, конечно. Да, друзья мои. Самое паршивое начало буста. Вот что я тебе могу сказать. Такого я давно уже не помню, чтобы мы вот так вот сливались раз за разом. Ну, в элиту 3 звезды хотя бы я попал. 82-я позиция. И это, ребят, только начало игры. Так, Макс, Макро и Артур. Покупкам я выбираю Артура. Будем именно с ним разбираться. Тут, как я вижу, 33-й уровень. А у меня уже 40-е. Все, отлично. Вроде бы... Дошли с вами до нужной, как говорится, кондиции, да? Чтобы теперь разбирать нашего врага. Но, опять же, не варик. Опять же, не варик, что мы здесь с вами сможем все разрулить как надо. Ну... Подожди, второй ход сразу же? Что-то, ребят, не то. Хе-хе-хе. Как это так? У нас инициатива у Майки просто зашкаливает, что ли? Ну-ка, Мондагека, пора тебе отдохнуть маленько. Так, ну, вешай свой иммунитет. Мне, в принципе, от него ни холодно, ни жарко. А вот Леонардо нам нужно как-то с вами пробить вон того. Как вот только нам его пробить... Что он делает? Хил. Он отхиливает. Да хорош Макмана-то бомбить. Вот как вот прицепиться к кому-нибудь одному и начинает вот теребунькать, друзья мои. На постоянку. Давай вот так вот ударим по земле. Ух. Слушай, Мотагену, это меня сейчас порадовало. Как-то у него так получилось, а? Бомбануть и практически полкоманды ушатать. Ну, там здоровья, правда, у них было маловато. Но все равно. Он обычно ватник у нас, на самом деле. Ну, а тут он проявил себя неплохо. Так, мы до сих пор еще в Лите. Елки-палки. Десятая позиция. Естественно, в бой. И выбираем с вами Светлана, Кирилл, Зен. Кирилл... Ой. Ну да, в принципе, можно Кирилла взять, потому что у нас сороковые уровни, а тут тридцать восьмые. Как раз будет у нас на равных. Так, и вот так. Друзья мои, Шреддера-то помните, да? Я хотел пофармить. Так вот, вы не поверите. Я фармил, фармил, фармил. И ни одного ДНК на него не выпала. У меня выпадала на вот этого Шреддера. По-моему, мне выпадал Рокстеди. Даже Тигринный Коготь мне не выпал. Так что, друзья мои, нам до сих пор по-прежнему остается добить 10 ДНК на Супер Шреддера. А когда будет следующее испытание, фиг его знает, через сколько времени. Я думаю, не скоро. Совсем не скоро. Но я надеюсь, что на этой неделе мы все-таки сможем с вами хотя бы получить Кренга. Мне лично очень он нужен. Потому что на него очень редко где вообще можно подзаработать ДНК. Слушай, ребята, ну хорошо, успокоились уже. Донни, отвали. Отвали. Давай вот так вот попробуем. Ать. Крепкий малый, ничего не скажешь. Давай его языком облизнем. Вот так вот. До сих пор не упал. Слышь, ну ты это хоть. Отлично. Так, хиляться я думаю, что нам пока не стоит. Давай просто комочек кинем. Может заморозим его. Конечно, заморозим его. Макман делает топотун. Так, ну, вот так вот если. Да что ж такое-то? Че за ерунда? Ребят, ну это финиш, трэш какой-то просто. Мои герои до того слабые именно по прокачке скиллов, что мы просто не можем. Ты посмотри, сколько я делаю манипуляций, чтобы подбить одного противника. Да, я знаю, что вы хотите сказать. Прокачивай им скиллы. Ну, вы представляете, сколько у меня персонажей прокачивать слабеньким скиллы? Не знаю, друзья мои. Ну, мы уже в самураях с вами. Уже в самураях. Надеюсь, до самурая три звезды хотя бы доберемся сегодня. Так, Андрюха, Влад и Джоуи. Ну, давай я возьму, наверное, Влада. Так, Влад, у тебя 37 уровень, я смотрю максимально. О-о-о, друзья, ну тут даже говорить не о чем. Тут просто будет разбор полетов. Потому что уже 45 уровень у меня персонажей. Так что сейчас будут массовые атаки. Давай, вот. Вот, у Майки массовая атака. Бросает он вот эту вот еду от Криса Брэдфорда, да? Типа суперпитательный там какой-то попкорн или что. Я не знаю. Так, снимает себя. Что ты снимаешь? У тебя ничего не было. Тем более у тебя иммунитет. О, Пит пошел в атаку. Ты посмотри-ка, а. Надо нам его, наверное, нахлобучить маленечко. Массовая атака от Лео. Слушай, неплохо он бомбанул, да? Ну, так. Что у нас кролики тут задумали? Не вышло у них ничего. Берем провокацию на нашего Рокстеди. Пускай они будут на него переключаться. Ну, а мы в этот момент будем их всех поджаривать. Изи! Они все отдуплились. Даже постепенный урон не понадобился, поэтому все хорошо. Так, друзья, мы двигаемся с вами дальше. Самурай 2 звезды. Это уже радует. 91 позиция, правда. Нам, наверное, боя 2 придется с вами совершить. Тут все абсолютно одинаковые по кубкам. Тогда мы с вами возьмем, кто менее сильный. Так, менее сильный. Тут есть бронза и тут бронза. Ну, смотрите, везде Пит присутствует. Везде Пит и Леонардо. Что-то странное тут творится. Ну, ладно, давайте возьмем тогда вот эту нашу бригаду. Я даже не буду смотреть, кто здесь, потому что, ну, 45-й, уже даже 46-й уровень у Микеланджело. Будем сейчас так же массовыми атаками. А они у меня... Они у меня отсутствуют. У меня только лишь у одного персонажа есть массовая атака. Это у Майки. Вот она. Давай, Майки, зажги танцпол. Понизили мы всем, практически всем, кроме Донателло, защиту. Ой, атаку. Ну, и добиваем Пита, я думаю. Вот это сейчас что было, друзья мои? Это что сейчас было? Майки, господи, я... Ну, ты опозорил меня и всю мою команду сейчас в данный момент. Давай провокацию брать на Крипа. Что ему? О, ага, он защиту поставил себе, да? Ну, ладно. Как-нибудь это переживем с вами? Ну, давай, Алапекс, бомби. Надеюсь, я не зря ищу на тебя ДНК, чтобы потом прокачать. Поднять тебя по рангу. Ну-ка, ультразвук. Да что ты будешь делать? Ну? Совсем забыл, что он ватник. Этот наш Майки. Так, сюрики полетели, да? Тихо-тихо-тихо. Ладно, это терпимо. Ребят, если что, Крип у нас может с вами отхиляться маленько, если нам понадобится вдруг. Также у нас есть здесь отхил. Ну, бомбани хоть... У меня просто нет слов. Друзья мои, у меня нет слов вообще. Что происходит вообще у нас тут, а? Постепенный урон. Не убили мы его постепенным уроном. А вот сейчас я боюсь, он как нахлобучит. Нет, выжили мы еще пока. Алапекс, ну, господи, ну... Все, ушатали. Хиляться не хил... Нет, я пока хиляться не буду. Но ни к чему это все. А вот теперь надо уже задумываться об этом. Так, он критический урон себе повысил. Подождите, почему такая мощная, ребята, у них защита? Я не могу пробить, ты прикинь? Так, давай хиляться. От греха подальше нужно захиляться нам. Алапекс не пробьет, да? 184, это мало. Вот даже Кунаичи, ребята, не пробивает. Что за дела? Что за дела тут происходят? Ну-ка, попробуем еще раз повесить на них. Ты прикинь, вот самое интересное, что, да? Я вообще промахиваюсь. Я даже попасть по ним не могу, потому что у них есть уклонение. Неужели Алапекс бомбанул? Не кисло причем. Так, замедлили. Добьешь, надеюсь. Смешно на это смотреть. Вот серьезно говорю, я не знаю, что с игрой происходит. Такого не должно быть, друзья мои. 39 уровень против 46-го и... Ну уж извините меня, но это вообще ни о чем. Сколько мне его бомбить-то надо, а? Я с горем пополам прошел этих, ребята, бойцов. С горем пополам, на самом деле. О-хо-хо-хо-хо. Что-то не то творится. Может быть, мне дают таких противников прокаченных? Или я вообще слишком ватный? Так, что у нас тут? Егор, Всеволод и Бин. Егор, Всеволод, Всеволод, да? Давай его, наверное, возьмем. 46-й уровень уже. У-хо-хо-хо. Друзья, тут уже шутить нельзя, на самом деле. Поэтому я возьму Бакстера Стокмана. Ну, если что, мы с вами применим волну. Я думаю, что она их здесь всех подкусит. Так, Шредер, давай свою супер-атаку. Слушай, неплохо. Очень неплохо. У него хилер есть? А, у него хилера нету. Ну, и не повезло тогда им. Без хила им жизнь нелегка. Ну, а мы с вами прошли. Так, двигаемся дальше. Смотрим, куда мы с вами перемещаемся. Ну, в Самурай 3 звезды. В Сёгун мы попадем с вами. Это я вам точно говорю. А вот насчет дальнейших планов я не знаю. Давид. Да, я возьму Давида. Кстати, смотрите, уже далеко ушли. А здесь еще до сих пор бронза. А раньше такого не было. Я не помню. Раз, два, три, четыре, пять. Слушайте, друзья мои. Ну, смотрите, у меня все почти вот эти ребята имеют 4 звезды золотые. Посмотрим, как мы вот с этой командой будем разбираться. Так, я защиту, как видите, понизил ему. Ну, себе ставлю защиту и дополнительную контратаку на двух. Да, на двух поставил. Это у нас пульверизатор и сам Усаги. Естественно, начинаем с морозильной кошки. Ать, не добили, да? А если вот так вот? Нормуль. Неплохо. Так, давай выпускаем крыс. Это массовая атака. Опять же, слабая, непрокаченная. Но бомбанули не кисло. Так, крысиный король. Я знаю, что ты у меня ватник. Ты меня всегда подводишь. Надеюсь, не в этот раз. Ага. Топотун. Ну-ка, пробьем криса. Не вышло. А так, если... Да ладно тебе. Ух, две атаки сделал. Молодец, красавчик. Усаги ты красавчик был сейчас только что. Давай вот так вот бомбанем. Макман. Так, ребята, у него контратака. Ну, хан выдерживает. Добьем, надеюсь. Отлично. Ей остается у нас черепашонок один. Давай вот так вот. Ультразвуком тоже. Слушай, выстоял еще. В инвиз, зачем ты это делаешь, парень? Зачем ты уходишь в невидимость, когда ты один у нас тут на поле боя? Естественно, мы тебя видим. Захотел схитрить. Не тут-то было. Ладно, друзья, а мы с вами двигаемся дальше. Так, посмотрим. Ёлки-палки. Все, мы еще не пришли. Ладно. Разберемся с этим делом. Николай, Милена и Дук. Николай, Милена и Дук. Я думаю, что мы с вами возьмем, наверное, Николая. Это будет оптимально для нас. 51-й, 51-й, 60-й уровень. Так, 60-й и 62-й. Вот такая вот бригада будет у меня. Бригада Ух работает за двух. Погнали. Ну, естественно, тут у нас много массовых атак, поэтому им здесь недолго жить осталось. Начнем с Паукуса, да? Ну, атака слабовата, конечно. Но, тем не менее, неплохо бомбанули. Вот, ребята, сейчас Армагон все устроит нам. Согласись, имбово бомбит. Ну-ка, пробьешь? Пробил. Красавчик. Так, хиляешься? Ну, это твое дело. В атаку Кирбис. Да. Давай кастетом ушатаем его. Ну что? Неплохо, друзья мои. Здесь разобрали. Ну, тут уровень, конечно же. По уровню все. Все зависит от уровня. Ну, наконец-то все гоним мы с вами. Но все гоним две звезды, я думаю, что не будет у нас сегодня. Так, Иван, Фабиен и Лендули. Ну, я думаю, мы возьмем Ивана с вами, да? Иван, соотечественник. Раз, два, три, четыре, пять. У нас сколько еще, ребята? Еще получается два боя. Блин, жалко. Я на это не подписывался. Ладно, ребята, какая нам разница? Давай, кунайчики от карайчики. Отлично. Так, крик, вопль, души. Почему такой слабый? И вот, ребята, у нас вот этот удар довольно неплохо прокачан. Донни. Всегда выживает Донни. Я вот сколько раз, ребята, обращаю на это внимание, он всегда выживает. В большинстве случаев. Вот я бы так сказал бы. Все падают, но Адонателло стоит и лыбится, главное, мне в лицо. Так, 48-я позиция. Ну, максимум мы с вами, наверное, переберемся в Лигу Сегунов. Две звезды. Возьму-ка я, наверное, здесь Фата. Не, лучше Рустема. Лучше я возьму Рустема. Хотя, наверное, он хотел назваться Рустам. Ну, Рустем, Рустам. Так, друзья мои. Наверное, у нас все отыграны. Давай сделаем с вами вот так вот. Сыграем четырьмя бойцами и еще тремя потом. Да? Ну, потому что здесь имба, здесь даже беспокоиться не о чем. Смотрите, как это делается. Все очень довольно быстро. Бросили. Даже без провокации будем с вами бомбить. Ой. Сейчас как бы худенько нам тут не было. А то я опять недооценю врага и все. Так, бомбит железноголовый и они падают. Почти все. Опять, друзья мои. Заметьте, опять. Опять Донателло выжил. Он крепкий, засранец. Тут ничего не сделаешь. Ну и, друзья, последний у нас бой, где будет присутствовать всего лишь три персонажа. Кубков, естественно, будет маловато. И все, гун, две звезды мы с вами не переберемся. К сожалению. Хм, жаль. А так хотелось бы. Раз, два, три. И, ну, давай возьмем, давай возьмем вот так вот, друзья. Откатик один сделаем. Чтобы, ну, побольше героев было. И за каждым мы получаем с вами кубки. А за счет кубков мы с вами продвигаемся все выше и выше. Но я думаю, что это мне не поможет. Так, поехали. Даже не буду, ребята, здесь делать уклонение. Оно не к чему тут. А вот вертушка, это самое то. Ага, выжили партизаны. Минус один и минус второй. Мне интересно знать, мы перейдем или нет. Хотя, ребята, это ни о чем не говорит. Мы сейчас с вами, даже если зайдем в Лигу Сюгонов, две звезды, буквально на следующий день меня сбросят. Но, тем не менее, я перешел. 92-я позиция. Это уже хорошо. Друзья, у нас еще, по-моему, есть боевка на осколке. Я думаю, что стоит, да? Их немножко... Погоди-ка, а как это у меня? А-а-а, все, друзья, я понял. До того, как откатилась неделька у нас, да? Мне заранее... Ну, также обычно происходит испытание. Закрывается где-то за 2 часа до конца недели. И также все это произошло вот с этим заданием. Оно тоже, ребята, появилось заранее. Поэтому я успел все-таки здесь немножко набить себе. Ну, давайте добьем дальше остальные все осколки. Сейчас мы идем за 16 серебряными осколками. Потом будет 8 золотых и 16 золотых. Ну, как вы понимаете, команда здесь имбовая. Так что беспокойство здесь абсолютно не о чем. Сейчас быстренько с вами это дело набьем. Отлично. Двигаемся дальше. Я вот думаю, знаете что? Может быть, пройти сегодня еще одно испытание? Было бы, наверное, неплохо, да? Так, 16 серебряных осколков мы получаем. И вперед, как говорится, за 8 золотыми осколками. Они мне тоже нужны. Осколочки золотые. Это самый смак для нас. Потому что многие герои у нас находятся в серебре. И им давно уже пора подниматься в новый ранг. Да ладно, успокойся ты, парень. Что ты тут затерял-то? На, нахлобучка ему, Лео. Так, и добивочный. Вот так сделаем с вами. Постепенно убьет его, нет? Железноголовый его добьет. Так, ну что же, отлично, друзья мои. Переходим к последнему бою. Последний бой у нас будет за 16 золотых осколков. Это тоже вам не хухры-мухры. Здесь уже противничек будет жестковат. Но я думаю, что он нам... Кстати, я обычно раньше брал не железноголового, а Микеланджело. И за счет уклонения мы здесь как-то выживали с вами. Если мы сейчас проигрываем, я сделаю именно так. Ну-ка, пробей. Ммм, слабо. Слабо. Так, вызывает волну маузеров. Ммм, друзья мои. Как-то не очень хорошо у нас тут все дело выходит. Ммм, поджечь. Не, давай бомбанем. Ага. Он добьет, конечно же, железноголового. Это понятно. А теперь вертушка. Я думаю, что это добивочная будет. Да, друзья. Ладно. Тут не имеет значения, сколько звездочек мы с вами получим. Здесь главное результат. Мы с вами получаем 16 золотых осколков. И все на этом. Поехали. Теперь глянем, что у нас по испытаниям. Так, силы природы и сцены насилия. Что у нас по сценам насилия? Ага. Черепашки-ниндзя, да? Ну, кто мне здесь нужен? В принципе, оригинальчики не помешали бы. Погоди-ка. Сцены насилия. Это случайно не там, где у нас... ...зависает на боссе-то? А, друзья мои? По-моему, именно это оно и есть, да? Ну-ка, сейчас я посмотрю. Точно. Друзья мои, вот такой вот будет босс у нас. И на нем, конечно же, у нас вылетает игра. Соответственно, я не смогу здесь пройти до конца. Ну ладно, пускай будет так. Для галочки. Так, друзья мои. Ладно. Быстренько с ними разберемся. В общем, на последнем... Дойду я до последнего босса, да? Не до последнего даже, а на котором мы вылетаем. И на этом у нас будет серия окончена. Потому что, ну, нет смысла абсолютно здесь дальше что-то делать. Смотри-ка, выжил. Как вы, подонки, выживаете, а? Объясните-ка мне. Так, третья волна. Оригинал Донни и Лео. Вообще-то я не это хотел сделать. Ну ладно. Бомби. На удар всех. Так, ну что же. Тут три звезды. Мы с вами получаем ДНК на Кейси Джонса. Хотя он мне не нужен. Потому что он у нас и есть. И... Так, Донателло. Слушай, этот Донателло, по-моему, у нас тоже прокачанный, да? Причем довольно неплохо. И ДНК вроде бы как не нужно на него. Кстати, мы еще с вами... А, в магазин-то я боюсь заходить. Потому что игра может вылететь. Да, мне надо было посмотреть, что у нас там продается. Может быть, какие-нибудь новые ДНК на персонажа, которого у нас нету. А мы знаете, как можем с вами зайти в магазин? Другим хитрым способом. Сейчас я вам покажу. Блин, надо было сюрики врубить, да и все. Нет, я начал тут ерундой какой-то заниматься. Так. А здесь у нас... Нет, здесь не босс. Или босс? Нет, друзья мои, не босс. Здесь Донателло и Рафаэль оригиналы. Вот так вот с ними расправляемся. Просто одной тычкой. Так, ну что, друзья. Давайте посмотрим в магазин. Как я и хотел. Зайдем и глянем. Так, магазин. Вот так вот, ребята. Нажимаешь сюда и смотришь. Эйприл и Карайка. Ну, как видите, ребята, у меня все они прокачаны. Кстати, у нас 73 монетки. Значит, не хватает. Не хватает всего двух монеток для того, чтобы я смог купить 3 ДНК на Аллапекс. По жетонам у нас еще намного кислее все дело происходит. Всего 140. Нужно 830. Причем по два раза, ребята. Ладно. Продолжаем наше испытание. Ну, по крайней мере, мы его сегодня дойдем. А максимально, куда мы сможем с вами дойти, это вот до седьмого эпизода. На седьмом эпизоде босс, которого не пройти из-за его нового бага. Просто игра вылетает. Она крышится и тебя выбрасывает на экран. На экран Windows, да? Скажем так. Ну что, поехали. Выживает. Ах ты бусурман, а? Ты посмотри на него. Кочеврижется еще мне. Так, Маузер тут что-то орут. Беспонтово, естественно, это все, потому что мы их разбираем так же. Вообще-то, ребята, я раньше ставил автобой. Че я туплю? Надо поставить. Пускай он дальше сам тут с ними, со всеми бомбится. Так. Отлично. Угу. Какое-то у них сопротивление, а? Ты посмотри. Не хотят погибать. Мне бы, кстати, такую штуку. И вообще было бы имбово. Ну, ты представляешь, да? У тебя мало здоровья. По тебе бомбит противник. Ты выживаешь. Потом ты отхиливаешься или делаешь на кого-нибудь провокацию, и все, и твой герой живой. И никто ничего ему сделать не сможет. Это было бы замечательно. Ну что же, победушка на три звезды. Тут даже думать не о чем. Двигаемся с вами дальше. Сейчас будет, по-моему, у нас самый первый босс. Так. Этот в майке у нас давный, давно прокачан тоже. Так что, тем более он в платине, так что здесь не особо можно утруждаться. И не имеет значения, насколько мы здесь пройдем. Даже ДНК это мне не нужно. Хотя, мы можем потом с вами это ДНК переработать в Сюрике. Хотя там такое количество тоже дают, да? Всего лишь 75, по-моему, или 35. Ну, упал. Кстати, вот эти кланфутовцы меня раздражают уже, на самом деле. Тут аж целая бригада их. Естественно, они не захотят погибать. Видишь? Приходится по два раза его бомбить. Да, напряженно. Воу, а этот почему-то с удара упал. И этот тоже. Странно. Те, значит, сопротивляются, а эти нет. Ну-ка. Ну, видите, да? Не знаю, что это... В чем проблема? Что такое происходит у нас здесь? Так, минус Маузер. Минус, наверное, второй. Лео. Ну, Лео, естественно, тут посопротивляется еще маленечко. Но же постепенно урон повесил на Доне. А вот теперь будет босс. Ну, этот босс, ребят, проходимый. Вот этот вот. А второй раз, когда мы с ним встретимся, уже все. Там ни шиша у нас не получится. Ну, этот босс легкий, ватный. С 45-го уровня всего лишь-то. Ну, что же. Двигаемся с вами дальше. Дальше у нас кто там будет по ДНК? Ну, майки этот у нас есть. Ага. Опять же, майки, но на этот раз оригинал. Ладно, друзья мои. Майки оригинал, пускай даже одно ДНК, но все-таки годится. Кстати, здесь, по-моему, тоже будет боссы? Или мне показалось? Я, насколько помню, двух боссов мы с вами можем пройти, да? А вот на третьем как раз трубечник полнейший начинается. Так, вторая волна. Двигаемся далее. Кто у нас тут? Два клан Фута и Маузера, да? Ты посмотри на него, а? Вот не до тёпа, а. Маузер, хорош орать. Тебе это все равно не поможет. Ну, добили. Отлично. Ну, самое интересное, друзья мои, что на этой неделе мы с вами можем получить героя Крэнга. Точнее, не на этой неделе, а когда она закончится, да? В понедельник следующей недели, если у нас будет с вами 40 ДНК набито, а для этого нам нужно с вами быть в мастере одна звезда, мы получим нового персонажа Крэнга. Блин, вот это будет круто на самом деле. Конечно, прокачать ему скиллы надо будет, да? Ну, естественно. Три звезды, единственное, что это плохо. Но вот если брать в расчёт то, что мы можем с вами, например, проходить, вот как сегодня, да? Буставали, и нам не хватает героев. Когда у нас будут все персонажи, мы с вами можем добираться, если не считать того, что мы проигрываем, да? В некоторых боях. До Сёгуна, я думаю, три звезды, это в лёгкую, а может быть даже и до мастера. Но это при условии, что когда у тебя будут все персонажи. Так, ну что, ребята, тут победа, всё отлично, и мы с вами двигаемся дальше. Дальше у нас кто там оригинал, по-моему, Леонардо, да? Так, Майки оригинал у нас в кармане. Рафаэль. Вот это вот последний персонаж, которого мы с вами сегодня заработаем. И всё. На Донателло я даже суваться не буду, потому что там босс непроходимый. Ну, как непроходимый? Как вы мне подсказали, да, что если повесить на него немоту, то он не сможет вот так вот крикнуть, как маленький Маузер только что. И игра у тебя не крышанётся. Но я хочу вас немножко расстроить, потому что инициатива у него очень большая у босса, да? И вот эта немота, которая на него вешается, это буквально на один ход. То есть, опять же, не факт, что он не сможет на следующий ход применить свой крик. Или мне нужно просто его разбирать очень быстро. Да ты посмотри, какой этот буржуй он достал. Вот серьёзно тебе говорю. Так, ну хорошо, что Мау... Так, ааа, тут шлем. Дополнительная защита, да, скажем так. Смотри, что делают. А что вытворяют? Так, добиваем. Защиту, ну ладно, фиксим, пускай будет защита у нас. А этого аж придётся, ребята, два раза сейчас бомбить. Да какое уклонение, Майки? Ну, зачем ты сейчас это делаешь? Оно сейчас вообще не нужно нам, если честно. Уклонение твоё вот это вот. Так, давай, Майки, бомби. Так, снял броню. И добили. Так, чё, только третья волна? Только третья волна. Здесь практически все оригиналы. Кроме кого не хватает Леонарда, да? Минус Маузер. Минус второй. Лео живучий. Точнее, Майки. Так, Донателло. Рафик, успокойся, это тебе не поможет. Вообще никак. Контратака у него, естественно. Бомбочку свою бросает. Ай-яй-яй, Доня, тут ты слабоват. 61 уровень, а здесь всё-таки 65. Да ладно. Куда ты разогнался? Доня, куда разогнался, я не могу понять. Ух, это было, ребята, опасно. Слушай, мы сейчас можем тут с вами сфейлиться, потому что, да. Босс. Слушай, по-моему, неужели на этом боссе у нас всё-таки игра вылетает? Ой, друзья мои, не дай боже. Давай проверим. Давай проверим. Но мне кажется, что этого мы пройдём. А вот следующего мы пройти не сможем с вами. Ну-ка. Сейчас, если он будет крик делать, и игра крышанёс, то дело ясное, да? Сейчас. Нет, по-моему, этого мы разобрать сможем. Да, он не кричит, видите? Он просто кусает. Всё. Да, тогда получается, что именно тот уровень, где мы с вами должны получить ДНК на Донателло, вот тот босс как раз багованный у нас. Но зато ДНК на Рафаэля оригинала мы с вами получили. Так, друзья мои, ну смотрите. Да, вот он, этот босс 75 уровня, поэтому я сюда не пойду. Он нас победить, конечно, не победит, но игру нам испортит всю. Так что, друзья мои, будем на этом с вами закругляться. Ах, красавчик-то наш. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Черепашки Нинтеллигенты. Ну а с вами был Рэй, всем до скорого и удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!